Чёпа Так хорошо сидели, а? Да уж, я смотрю, вы усидели тоже неплохо Да уж Слушай, а чё ты один-то? Ты давай к нам присоединяйся, иди, а? Сидор, давай, садись к нам К вам присоединиться? Да Да ты что, старый хрен, до белой горячки допил? О, какие мы гордые, так же Наше общество, Стёпа, им не подходит Да Наше общество, Стёпа, они им бред Перед вами барабан, нужно оторвать корешок и забросить билет Именно этот билет примет участие в нашем розыгрыше Надеюсь, вам сегодня повезёт Правильно? Да Ну, а мы пошли Желаю удачи Сашенька, ты закажи себе что-нибудь выпить Я сейчас схожу фишек на меня У меня к тебе есть некое предложение Ну? Я скрываю его завещание И всё его состояние Автоматически переходит к тебе Но за это половина моя Половина чего? Всего Мы делим империю Федотова Пополам Согласна? А ты не слишком торопишься? Павел, слава богу, жив Виктория, мы взрослые люди Ты же понимаешь, что это дело времени Положение критическое Это одному богу известно Знаешь, судьба иногда подкидывает такие подарки Ну, а кто сказал, что нужно полагаться на судьбу? Можно просто отключить аппаратуру Отгорел фейерверк Перестало вертеться шутихо Близк одежд карнавальных Обернулся унылым тряпьем Опустел балаган И на рыночной площади тихой То, что было театром Становится нашим жильем Мне не быть для тебя Ни волшебной звездой, ни богиней Я твой друг, орлики Потому и доводится мне Быть гораздо умней Чем положено быть в Колумбине И гораздо добрей Чем положено просто жилье Я до смерти с тобой Поделю и очаг, и подмостки Если занавес поднят Я буду смеяться и петь И следить, чтоб завистник В той игре не подсыпал из звездки И любить тебя так, как никто не сумеет посметь Ну не хотите, как хотите Наше дело предложить, ваше дело отказаться Слушай, ты водила А не много ли ты на себя берешь? Устроил тут ночлежку Вставай давай Тихо, тихо Ты что делаешь? Человек отдыхает, спит Ты что орешь-то? Что ты еще будешь мне указывать Что мне делать в моем собственном доме? Не, ты размечтался Он такой же собственный твой, как и мой Номер 33 Как договорились Я на тебя надеюсь Да ты не переживай Все разыграем, как по нотам А ошибки быть не может Исключено Ну давай, давай Вам с мамашей-то не привыкать Одним трупом больше, одним меньше Ну, ох и намотают вам срок Я до тебя еще доберусь, мразь Кишка тонка Аппарат абонента Странно Да не то слово Если Степа не пришел на представление Значит Значит все плохо Может в милицию заявить Ой, мам, не пари горячку Только все испортишь Это просто недоразумение, я уверена А Вальдомар бесится Грозится выгнать его Меня он тоже грозился выгнать Ничего Как видишь, принесло Ну а где он? Ночь Чужой город Куда я его нелегко занесла? Я даже не знаю, что думать А ты куда на ночь глядя? Ась, ты что, опять к нему? Не дури Зачем тебе это надо? Мам, не задавай глупых вопросов, а? Я тебя не пущу Мам, хватит, а? Мы уже договорились с тобой Венек, скажи мне Зачем мы сюда притащились? Тут такая сколько тебе еще Пойдем отсюда Саш, мы не можем прямо сейчас Отсюда уйти Мы же заказ сделали Давай посидим немного Ты только Посмотри на Ильиница Тут же ни одного нормального Да, но я когда была со Светиком Твою не замечала 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 Вот, Семейка, человеку плохо, они все разбежались, как тараканы кто куда. Ничего, мы с вами еще поборемся. Я вас ни за что не оставлю, буду сидеть с вами день и ночь, пока вам лучше не станет. Мы же с вами родственные души. Мы оба знаем, что такое терять своих близких. Вы главное держитесь, вам сейчас умирать никак нельзя. Ну, как дела? Да, все тоже. Да, 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 да. Все тоже без изменений. Скажите, скажите, а он придет в себя? Не знаю, не знаю, я не Господь Бог. Ну, вы сейчас сами видите, состояние стабильное, но сколько это продлится и чем это кончится, не знаю. Бывает, что люди годами не выходят из скомы. Мужец какой. Субтитры сделал DimaTorzok Аппарат абонента выключен. И на улице где-то зоны действия. И так, дамы и господа, прошу минутку внимания. Мы продолжаем наш супер-розыгрыш. И сейчас мы с вами узнаем, кто станет обладателем вот этого замечательного музыкального центра. И так, музыкальный центр уплывает. Музыкальный центр уплывает обладателю билета под номером семь. Ты хотя бы на билет взглянул. Зачем? Ну как зачем? Счастье свое проворонишь? Какое счастье, Веник? Какой ты наивный. Тут же все заранее поделено, все между своими. Ну, а вдруг? Как вы думаете, он что-нибудь чувствует? Ну, он слышит нас. Трудно сказать. Ведь что такое кома? Кома – это полное отсутствие реакции на внешние раздражители. А если организм не реагирует, мы не знаем, воспринимает ли он какую-то информацию или нет. То есть нет обратной связи, понимаете? Ну, как вы это вам объясняете? Сознание Павла Константиновича – это такой черный ящик, откуда к нам не поступает никаких сигналов. Понимаете, да? И мы не знаем, а проходят ли какие-то сигналы от нас к нему. Слышит ли он нас? Чувствует ли он нас? Вот смотрите. Я беру его руку. И мы не знаем, реагирует ли он. Так что в сознании коматозных больных тайна и науке сие неизвестна. А я… Я разговариваю с ним. Говорите, говорите, если вам так легче. А я думаю, Павла Константиновичу это не повредит, а наоборот даже поможет. Да, да, да. Спасибо вам огромное. Ну что, не за что. Но я желаю вам спокойного дежурства. А если что, я рядом. Итак, господа, мы на всех порах приближаемся к самому волнующему моменту нашего розыгрыша. Господа, уникальный шанс такого приза не было за всю историю розыгрышей в нашем казино. Это, господа, ключи от новой квартиры. Давайте посмотрим, кому сегодня улыбнулась фортуна. Итак, это номер 33. По-моему, это твой. я повторяю, номер 33. Точно. Да не может быть. Я же говорил, она все-таки улыбнулась тебе. По бурной реакции я понимаю, что выиграла вот эта вот замечательная девушка. Господа, давайте ей поаплодируем. Это вам. Ой. Я тебя поздравляю. Уже вернулась? Так быстро. Мам, тебя не понять. То ты меня хватаешь за руки, кричишь, не пущу, а теперь ты недовольна, что я так быстро вернулась? Не надо валить больной головы на здоровую. По-видимому, там тебя не очень-то и ждали. Так ведь? Ась, ну где твоя гордость? Сколько можно за ним как хвостик бегать? Мам, я прошу тебя, давай я сама во всем разберусь. Да что-то у тебя не очень получается у самой-то. Я ж не слепая, вижу. Прямо и ты, Аська, вот я говорю, а ты все делаешь наперекор. Все по-своему. Потом ведь поплатишься. Плакать будешь, попомни мое слово. Мам, все хватит. Ась, я тебя как лучше хочу. Благими намерениями, как известно, дорога в ад вымощена. Какая-то умная у меня стала. какая есть. Ну и кто меня за язык тянуло? Да где же Степан та? Это что за странный аттракцион? Мам. Даже не помню, как его зовут. по-своему. У меня все нравится. У меня все нравится. Понятно. Он сейчас и сам этого вряд ли вспомнит. Не мудрено. Надо же. Семейный альбом рассматривай. Значит, все пристойно начиналось-то. О. Ася. А она-то здесь отходу взялась. Терпился. Альбом сына отсюда начались. И надо с этим делом завязывать. Ой, ой. О. 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 Ты напугал меня. Это ты меня напугала. Я уже думал, у нас тут привидения завелись. Чего ты ходишь-то, как тянется Гамлет? Не знаю, не спится. А ты закрой глаза и считай слоников. Каких слоников? Ну, обычных слоников. Хочешь барашков, хрюшек, черепашек. Нет, я в эти фокусы не верю. Ну, зря. А чего глаза грустные? Опять тоскуешь, да? По славе? А где он? Чего же вы не вместе-то? Не знаю. Ну, наконец-то пропащий. И не говори. Сам не знаю, как это вышло. Встретил знакомого, засиделись. Ну, не заметил, как время пролетело за разговорами. За разговорами? Ну, каюсь. Не только за разговорами. Перебрал я вчера немножко. Слушай, а как там, Вальдемар? Ну, а ты как думаешь? Ворвало металл. Нехорошо-то, как получилось, а? Раиса? Места себе не находила. Хотела в милицию заявлять. Ой, старый я дурак. Вот, ну, что она обо мне подумает-то? Нашла себе алкаша? Пап, я хочу, чтобы у вас с мамой все было хорошо. Осенька, я вообще-то не пьющий. Ты не об этом. Ты определись уже, с кем ты хочешь остаться. Своей женой или с мамой. Я без Раи жить не могу. Ну, так разведись. Легко сказать. То будет правильнее и честнее. Ты их сейчас обеих обманываешь, ты сам мучаешься. Да. Ты права. Я так и сделаю. Спасибо, дочка. Ну, что ты боишься? Вперед! Я еще не могу поверить в это свое счастье. Вдруг это розыгрыш? Какая же ты глупая. Смелей. Она твоя. Все равно. Не могу поверить, неужели это правда? Что, отличная квартира? Это я тебе как специалист по недвижимости говорю. Ну, скажи, тебе нравится? Еще бы. Конечно. Хватит разлеживаться, а? Мы будем репетировать или нет? Вань, я очень устала. Дай мне отдохнуть одну секунду. Я прошу тебя. Галь, здесь не санаторий. Галь. Вань, что ты издеваешься до мной. Я просто предлагаю продолжить репетицию. Все. Вань, прекрати. Ну, ты видишь, она еле дышит. Кто еле дышит? Я еле дышу? Ха! Не на ту напала, Ась. Я так быстро не сломаюсь. А ты что стоишь? Давай работать, ну? Степа, я ничего этого слышать не хочу. Но ты же меня не первый год знаешь. Вот именно, то же ли. Я его молодым пример ставлю, а он мне, понимаешь, выступление срывает. И на старуху бывает проруха. За такую проруху уволить нужно. Эх ты. Первый раз я в жизни оступился и сразу уволить. Да я сам уволюсь, если на то пошло. Ладно, Степа, не пугай. Я пуганный, тертый калач. Меня же не таких увольнял. А раз меня тут не уважают, то значит, я вообще здесь никому не нужен. А за что тебя уважать, мерзавца такого? Да ты вспомни, сколько им я помогал, сколько спасал, прикрывал. Один раз сам споткнулся, а ты давай об меня ноги вытирать. Ты былыми заслугами и не прикрывайся. Да, Вальдемар, вот не ожидал я от тебя этих слов услышать. Не по-мужски ты поступаешь. Да, а ты по-мужски? Ты на что намекаешь? Ладно, не прикидывайся. Ты все прекрасно знаешь. Я тут даже вижу, как все будет. Светик клопнет от зависти. Ну, а при чем тут Светик? У тебя новая жизнь начинается. За это нужно обязательно выпить. Светик клопнет от зависти. Светик клопнет от зависти. О-о-о-о-о! Ой, поль! Ничего. Веник. Тут такой вид из окна потрясающий. Посмотри. Обмыли. Это на счастье. Я такая счастлива. Сбылась мечта всей моей жизни. Я рад Ну, за тебя За то, чтоб наши мечты сбывались Откуда вы здесь взялись? Как откуда? Пришла проведать Нечего вам здесь делать Вы же сами говорили Я ничего вам не говорила Уходите Вы не видите? Он в бессознании Я только взгляну Вы устали, отдохните А я пока здесь Я сама справлюсь Мне не нужны никакие помощники Зря вы так всполошились Объясните, в чем дело Уходите, я ничего не буду вам объяснять Уходите, пока вас никто не видел Кого вы имеете в виду? Пожалуйста Уходите, не спрашивайте меня ни о чем Ладно 18 лет я не заботился Любил Ничего взамен не требовал Ждал и надеялся И вот ты явился, не запылился И заморочил бедной женщине голову Ты почему заморочил-то? Да потому что поступаешь Как последний трус Вскружил женщине голову И в кусты Ты что несешь? Да если хочешь знать Я все эти годы только о ней и думал Если б думал Не женился на другое Ой, много ты понимаешь Тоже мне судья нашелся Вообще Не суй свой нос Не в свое дело Нет уж, прости Это и мое дело И чтоб тебе жизнь медом не казалась Пойду к Раисе И расскажу всю правду Прямо сейчас Только попробуй Да? И у тебя разрешения спрашивать не буду Только через мой труп Ты что мне угрожаешь? Я знаю Ты мне не поверишь Но все что я делаю Я делаю ради тебя Ради любви И это правда Для меня существует только наша семья Ты и два моих мальчика И больше я никогда Ни о чем не думала Степа Степ Ну чего ты? Степа, извини Ну очнись Степа Степа Ну я же тебя вроде не сильно удалил-то Степ, сейчас, подожди Я кого-нибудь на помощь позову Подожди Кто? Степа Как назло никого нет Когда надо, все здесь ходят А когда не надо, не ходят Наоборот Да ладно Степа, извини Извини, что я очнись Степа, ну не придуривайся Степа Степа, ну хватит прикидывать Ты что, затылком ударился, а? Степа Сейчас, подожди Полежи Я что-нибудь придумаю Сейчас Ой Вот вроде еще Мы с тобой просто по-разному устроены, Паша Ты широкий человек Ты можешь любить тысячи людей Ты можешь любить каждого своего пациента Ты можешь помчаться на край света, чтобы спасти кому-нибудь жизнь А я Для меня на свете есть только три человека И я за каждого из вас Готова перегрызть глотку любому И я это делала А теперь именно поэтому Из-за меня Ты лежишь здесь Степа Ну вставай Ну хватит лежать-то, а? Степа, воды бы тебе Сейчас, подожди Учполка все есть Это ж клоунские слезы Подожди, а как зараза-то это работает? Сейчас, подожди, Степонька, распутаю Ты понимаешь Извини меня, конечно Я понимаю, директор цирка дерется с артистами Это никуда не годится Я просто не могу спокойно смотреть Как ты раю мне из-под носа уводишь Ты понимаешь, Степа У тебя все же есть И дети, и жена Ой Да еще и рай А у меня-то Не-не-не, Степонька Я не завидую Я просто люблю ее очень Люблю ее Она замечательная И рая заслуживает Настоящего счастья А ты что? Ты поматросишь и ее бросишь Второй раз ей сердце разобьешь Она после первого твоего побега Двадцать лет в себя приходила А сейчас Я не знаю, что с ней будет О, Степ Сейчас, подожди, Степ Вроде распуталась А? Давай вот так О, полила, Степонька Есть О О, о О Степ Ну, я это, Степ, конечно Давай Вставай Вставай Водуха Вставай Извини меня, Степ Бога ради извини Нет Ну, куда ты, Степ Там хищники же Больно, да? Степ Ну, извини ты меня Дурака старого Прости меня, Паша Пожалуйста Прости меня И постарайся Меня понять Прости меня, Пашенька Больно же, хватит Потерпи чуть-чуть Что мне рай это сказать Правду Господи, Степа, что случилось? Производственная травма Ой, какой синячище Через час может вообще Весь глаз заплыть Да Не преувеличивай Точно, точно, точно Ась, беги К Алене Возьми у нее лед Одна нога здесь Другая там Ну-ка Ну, герой Рассказывай все, как было Подрались с Вальдемаром А что вы не поделили? Понимаешь, Рая Я женат Что-что, прости Да так Вспомнили Да внешний спор По поводу одной Красотки Ах, сиди на борду Бессорибро Той самой блондинки Из кардебалета А ты откуда знаешь? Слушай, ты когда же Было-то Лет 25 назад, наверное Мы с тобой даже Знакомы тогда не были Да я про тебя все знаю Тебе хорошо со мной? Очень Что-то не так? Нет, все нормально Я просто устал Завтра много работы А ты ложись А я тебе сказку расскажу Завтра действительно много работы Может, ты к себе пойдешь? А я думала, я останусь у тебя Занятие сексом Это, конечно, полезно Но в меру Занятие сексом? Значит, все, что Между нами происходит Для тебя Это всего лишь Занятие сексом? А ты на что рассчитывал? Я тебе большой любви не обещал Какой же ты ценник, Ваня? Не нравится? Найди себе другого ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жаль, что моя тетляра уехала Так бы ей похвасталась А еще успеешь Ну, да, ты прав Тут нужно сначала обжиться Может быть, даже сделать ремонт Мне нравится серьезность твоих намерений Дизайнера пригласите Веник Обижаешь Я сама себе дизайнер К тому же у меня есть опыт В подобном деле Прости, забыл У меня квартира будет Круче, чем у Светика У него как-то все Претенциозно, наворочено По-федотовски Да Может, ему позвонить Пусть поздравит Веник Хочешь, я расскажу В каком стиле хочу Оформить квартиру? Нет Батюшки мои Галя, что с тобой стряслось? Ну-ка, выпей Выпей, успокойся Боша моя Я тебя такой никогда не видела Да я сама от тебя не ожидала Ну-ка, давай, рассказывай А что рассказывать? Не клеится у нас ничего с Иваном Не нужна я ему Что, репетиции прекратил? Нет, не прекратил Репетируем до седьмого пота С номера снял? Нет, не снял Господи, да что ж так-то? Ну все же хорошо Ты потерпи Да знаете, терпи, не терпи Не идет у нас дело никак Ничего не клеится Галя Все склеится и все получится Ты молодая, красивая, талантливая Все получится Да не понимаете вы ничего же Где уж мне? Мы люди маленькие Да только я сама слышала, как Вальдемар говорил Что у Гали перспективы есть Да при чем этот Вальдемар ваш? Нет, нет, нет Нет, нет, нет Ну что? Уже поздно Ну можно подумать тебе завтра в школу Ну просто я устала очень Не готова Не готова Чушь У нас с тобой раньше все неплохо получалось Ну ведь не здесь Не здесь? А здесь чем плохо? Мне нужна моя мебель Чистое белье Намек понял Завтра займусь этим вопросом Только ты не обижайся, ладно? Давай не будем торопить события Скажи мне Ты счастлива? Очень Мне с тобой очень хорошо Ты приносишь мне удачу Только денег Так мы никогда отсюда не уйдем Пойдем Поздно ушел Правда А вы хоть правду говорят Насильно, мил, не будешь Я даже не знаю теперь, что делать Может, думаю, соберу вещи И уйду, куда глаза глядят Это ты брось Уйти никогда не поздно А потом захочешь вернуться А возвращаться-то будет и некуда Никто тебя уже не ждет До жизни так не удалось Ты, Бога, ты не гневи У тебя все еще наладится и образуется И ты с Ванькой еще во Францию поедешь Да мне как-то уже не хочется во Францию ехать Ты не дури, дорогая моя Такой шанс на дороге не валяется Неужели ты из-за своей несчастной любви к Ивану Карьеру свою под откос пустишь? Вот странно как-то, да Я раньше из-за карьеры Вот все, что угодно могла сделать На пролом шла Не жалея себя А сейчас как-то даже не знаю Даже не знаю, правда Иди-ка ты лучше спать Утром вечера мудренее Глядишь, оно все еще и образуется Спасибо, тетя Ален Мне и правда как-то полегче стало Только вы никому не говорите, ладно? Могила Узнаю своего сына Дрыхнет на диване и даже не разделся Светик Светик, проснись Ну что, где упал, там и заснул Вставай Ну что еще? Мне нужно с тобой поговорить Просыпайся Все обязательно ночью, мам Это очень важно Проснись Хорошо Завтра Нет, не завтра, Светик Сейчас Вставай Вставай, вставай, вставай Ну какая ты, ну Ну хорошо, говори только быстро Послушай, я кажется Нашла решение всех проблем Ну? Тебе нужно жениться и срочно Что? Опять? Бред какой-то Нет, Светик Послушай Светик Ну проснись, Светик Ладно, спи Но утром ты от меня не отвертишься Светик Ладно, спи 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 Продолжение следует... Продолжение следует...